Доброе время суток, товарищи! Тема ролика – постобработка в Source Engine 2. Поехали! Говоря нормальным языком, это обработка уже готового кадра различными визуальными эффектами. Это может быть размытие, засвечивание, перемена цветового оттенка и так далее. Всё это дело не хитрое, поэтому погнали! Открываем Hammer, библиотеку материалов, шлёпаем по служебным текстурам и выбираем нужную. Она служит для работы объёмной сущности, которая является эквивалентом и Source Engine. То есть внутри неё на экран игрока могут накладываться различные фильтры, в первую очередь изменяющие цветовую гамму. Давайте что-нибудь выберем из шаблонов. К счастью, в Source 2 нам доступен просмотр постобработки прямо в редакторе Hammer. Для этого нужно нажать на вот эту кнопку и подкрутить нужные для вас значения. Теперь же, когда камера будет залетать внутрь сущности, мы в тот же час увидим результат. И да, на карте должно быть включено освещение. Можно заметить, что так называемый фильтр применяется не мгновенно, а плавно. Регулируется эта плавность в свойствах сущности. Ниже можно указать степень перепадов яркости. Если оставить одинаковое значение, то яркость изображения будет одинакова, неважно, куда смотрит игрок, на источник освещения или же в тёмный угол. Чем сильнее разница между этими двумя значениями, тем резче будет перепад. Ещё ниже настраивается общий множитель яркости. Её можно всецело завысить или занизить даже в минус. Ещё ниже скорость, с которой могут происходить перепады яркости. Ноль значит моментально. Флажок. Master Volume позволяет применять постобработку перманентно в любом участке игрового уровня. Вы также можете комбинировать несколько сущностей на карте, когда одна задаёт общий тон на улице, а другая внутри помещений. Таких сущностей на уровне может быть сколько угодно. Пожалуйста, обратите внимание, что флажок Star Disable не будет работать, если у объекта отмечен флажок Master Volume. Сущность будет включена всегда. Ну что, надеюсь, как пользоваться ею вы усвоили. Теперь немного о том, как самому намазюкать свой фильтр. Открыть редактор можно через хаммер, ударив дважды по уже добавленному файлу постобработки, а также через главное окно инструментов. Создавая новую сцену, вы можете выбрать модель, на которой будут видны применяемые фильтры. Окружение также поддаётся замене. Обратите внимание, оно служит лишь для демонстрации работы эффектов и не будет оказывать влияние на конечный результат. Вы можете в любой момент изменить как настройки среды, так и применяемые тип рендера. Нажатая кнопка Global Preview позволит переносить применяемые в редакторе фильтры в редактор хаммер в реальном времени. Что до самих фильтров, их всего несколько типов. Levels позволяет целиком регулировать степень насыщенности всех цветов или отдельно каждого из каналов, а также освещать и затемнять изображение. Для более тонкой настройки работы с цветами, вы можете использовать маску, которая рассчитана на взаимодействие с глубиной геометрии и её краями. Situation и Vibrance позволяет управлять насыщенностью от цветов, придать им объём или же наоборот обесцветить. Brightness и Contrast Яркость и Контраст, разумеется, может помочь убавить мутность изображения. Color Lookup Говоря доступно, вы можете подгрузить цветовые таблицы RAW файлов, цветокоррекции и старого Source Engine, или же других графических редакторов. Color Balance Название говорит само за себя. Color Tint Позволяет придать всей сцене оттенок определённого цвета. Hue и Saturation Производит подмену цветовой гаммы и управляет её насыщенностью. Curves Та же работа с цветовыми каналами, но через манипуляцию с графиком каждого из каналов или целиком. Слои Tone Mapping и Bloom Могут помочь нагнать мыльного и засвеченного изображения, похожего на картинку из сна. Все слои могут комбинироваться, а также иметь степень прозрачности. Но, честно говоря, по большей части всё это вкусовщина. И я и вы знаем, что почти в любой ситуации будут использованы одни и те же эффекты. В бесконечном количестве раз. Самое главное и осязаемое мы сегодня уже озвучили. Так что давайте по лайку и разбегаемся до следующего раза. Удачи, тамодачи!